Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Веры Ионкина. Главных событий к этому часу. ЛДПР продолжает работу на благо жителей новых российских территорий. Председатель партии Леонид Слуцкий отметил, что эта миссия на годы вперед. По его мнению, предстоит сделать все возможное, чтобы люди, наконец, смогли почувствовать себя в безопасности. Продолжаем работать с новыми территориями. Ничего более важного нет. В ближайшее время фракции предстоят очередные выезды на новые территории. Но это уже норма. О каждом выезде не стоит сообщать. Выезд, проведение заседаний, гуманитарные грузы – это наша повседневность на годы вперед. Мы должны сделать все, что от нас зависит и не зависит. Для того, чтобы люди на новых территориях жили по-человечески и в кратчайшие сроки территории полностью вошли в правовое поле Российской Федерации. Работа над этим форсированно ведется и будет вестись далее. Фракция ЛДПР примет в этом самое серьезное участие. Практически во всех новых регионах сформированы наши отделения. Остается их окончательно структурировать, зарегистрировать. Но это уже больше бюрократическая работа, которую мы пройдем в ближайшие недели и месяцы. На минувшую неделю парламент принял государственный бюджет на ближайшие три года. О том, что главная смета страны в дефиците, стало известно ранее. Эксперты отметили, что по казне ударили сразу несколько факторов. Спецоперация, принятие в состав России новых регионов, очередные пакеты санкций и необходимость выполнять социальные обязательства. Депутаты ЛДПР предложили варианты, которые позволят повысить доходы в бюджет. Еще одна мера для пополнения бюджета, дорогие коллеги, что касается переработки цветных металлов, с целью исключить использование различных схем ухода от уплаты НДС. Депутаты нашей фракции, в частности Андрей Константинович Луговой, другие коллеги, занимаются этой проблемой совместно с Минфиновой Федеральной налоговой службой, предложив введение агентского НДС при переработке полуфабрикатов меди в частности. Мы просим еще раз, Антон Германович, внимательно отнестись к данной инициативе. Спасибо за принятие нашего предложения по отнесению средств, идущих на помощь фронту и четырем новым регионам к затратам предприятия. Мы предложили право учесть в статье «Затраты» все расходы на гуманитарную помощь, как при общей системе налогообложения, так и при УСН «Упрощенной», а также отменить ограничение размера расходов на благотворительную помощь, которая учтена в статье «Затраты» не более 1% выручки от реализации для благотворительности в пользу территорий Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона. Это предложение принято, за что мы благодарны министру финансов, благодарны правительству, хотим выступить с инициативой в очередной раз. О создании эмиссионного банка, банка развития, это совершенно четко связано с проектом федерального бюджета. При обсуждении бюджета мы обязаны касаться не только распределения средств, но и наполнения бюджета. Для сохранения суверенитета России и укрепления его нам надо многократно увеличить производственные мощности в станкостроительной и инструментальной промышленности, машиностроении, судостроении, авиастроении и многих других отраслях. Такая индустриализация требует появления специального государственного эмиссионного банка. Мы его называем банк развития, который в отличие от банка России сможет имитировать цифровой рубль, который в свою очередь будет направлен на создание и развитие промышленных производств в важнейших отраслях реального сектора экономики. Опасность одинаковая, выплаты разные в ЛДПР возомощены тем, что в различных регионах страны довольствие спасателей существенно отличается. Для восстановления справедливости депутаты предлагают уравнять выплаты. В фракции регулярно проходят встречи с некоммерческими общественными организациями. И недавно была встреча с Российским Союзом спасателей, которые обратили внимание на существующую проблему и несправедливость. Вопрос касается пенсионного обеспечения. У нас есть федеральные служащие, которые работают в системе МЧС, а есть те, кто работают в региональных структурах, но обеспечивают выполнение спасательных работ. И у них разные пенсионные права. Вот мы предложили эти пенсионные права уравнять. Для того, чтобы была пенсионная льгота для всех спасателей. Они одинаково рискуют жизнь, они выполняют одинаково опасную работу. И от того, что они в структурах, которые имеют разное подчинение, федеральное и региональное, не должны страдать, и права должны быть уравнены. Именно это и является концепцией, то есть закладатель инициативы, которую фраг за ЛДПР внесла. Материальная поддержка семей мобилизованных россиян должна отчасти выполняться предприятиями, на которых трудились призванные сотрудники. С таким предложением выступила группа депутатов ЛДПР. Они надеются на одобрение инициативы правительству. По состоянию на сегодняшний день от имени фракции, с учетом мнений нескольких коллег, обсуждение главного вопроса, который на повестке дня большинства граждан у нас, мобилизационная тема, тема, связанная с мобилизацией, разработали две инициативы. Одна из них касается материальной помощи, предприятия, в которых работали мобилизованные граждане, имели возможность бы, собственно говоря, выделять некую помощь для поддержки семьи в тот момент, когда молодой человек, мужчина, фактически ушел в зону боевых действий. Сегодняшние нормы налогового законодательства у нас такие возможности не позволяют. Мы считаем, что такая норма должна появиться, она имеет право на существование, соответствующий законопроект, мы к этому подготовили и внесли на рассмотрение в Государственную Думу. Очень рассчитываем на скорейшее получение обратной связи от правительства Российской Федерации. Ну и как раз сейчас у нас идет рассмотрение закона о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 год. Надеемся, что эти позиции мы сможем защитить. Спрос, возрос, цены подскочили. Российская действительность, читая жадность предпринимателей, не обошли стороной обмундирования для мобилизованных. Недокомплект амуниции многим приходилось покупать за свой счет. В итоге люди вынуждены были очень сильно потратиться. Подробности у нашего корреспондента Тимура Титова. После объявления частичной мобилизации вскрылось то, на что далекие от военной службы граждане никогда не обращали внимания. Это цены на обмундирование. Некоторые предприимчивые спецмагазины и сети неплохо заработали, пока не возмутилась общественность. Повысились, да. Обязательно там очереди были на всяком обмундировании, как заходила, когда искала рубашку сыну. Капец, там такие были очередя, и цены подлетели жуть как. Вот недостающие вещи, которые необходимы вроде бы. Вот рюкзаки очень дорогие, к примеру. А спальный мешок-то зачем? Я не понимаю. Два рюкзака. Да. Зачем они нужны? Он же не пойдет с двумя там в атаку куда-то. Правильно? Повышение цен еще не вся проблема. По словам мобилизованных, да и добровольцев тоже, есть нехватка товаров для экипировки. Даже термобелье нельзя найти. С поставками все нормально. Так себе, да? Что-то приезжает и сразу сносит. Нет, у нас пока стабильняк. У нас только термуха один раз подорожал, рублину отвезти, все, больше ничего не трогали. Ну, потому что понимаешь, что даже мы не успеем переоценить. А интернет-магазины, наверное, дерут, да, сейчас? По полу. Броник, допустим, говорят, там раньше стоил 6 тысяч, а сейчас за 106 могут продавать. Это вот перекупа на авито. Барыги. Перекупщики практически оптом забирают необходимое обмундирование и потом перепродают с наценкой в два, а то и в три раза. Что делать с этими перекупами, которые там покупают за 30, продают за 130? Имеет совесть, не пытаться наживаться. Ну, тоже непростая торговля такая, знаете, где-то купил, пошел на вещевую барахолку, продал. Если мы видим в онлайн-торговле такие загибы, это означает, что где-то есть дефицит. Нужно срочно выходить на производителей, на оптовиков, давать оптовикам возможность перевести беспошлино любое обмундирование, экипировку, если это не отечественное производство. Если это отечественное производство, просто спросите у парней, которые работают на этих фабриках, в чем причина подорожания и найти возможность стабилизировать это. Мы считаем, что те расходы, которые люди понесли, собирая своих мужчин по мобилизации, ну или сами мужчины понесли, их можно и нужно вернуть. Для этого есть уже действующие законы, связанные с социальным вычетом. Кровоостанавливающий жгут эсмарха в условиях СВО незаменим, но в аптеках его найти надо постараться. А в так называемых маркетплейсах, пожалуйста, от 300 рублей и выше, его обычная цена, к слову, от 50 до 100 рублей, не больше. Общество раскалено, разогрето, очень много негатива, очень много каких-то недопониманий, сплетен, злоупотреблений. До сих пор нет четкого ясного списка, какие вещи можно и обязательно нужно с собой иметь, тому гражданину, кого призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации. Но мы видим, как давая свои рекомендации, побуждая людей приобретать самостоятельно те или иные товары, необходимые, одежду, начинают коммерсанты злоупотреблять. Поэтому мы сегодня от фракции ЛДПР направили в федеральную антимонопольную службу. Мы считаем, что по всем регионам ФАС и структурные подразделения должны проявить самую жесткую реакцию и активизировать свою работу, для того, чтобы вовремя надавать по рукам тем коммерсантам, которые, пользуясь ситуацией, пользуясь активным спросом, начинают банально наживаться. Мы должны мобилизовать, прежде всего, все свои мозги и прекратить издеваться, прекратить создавать неудобные ситуации, прекратить и так в непростое время, в котором мы с вами живем, создавать какие-то препятствия. Желание заработать в этой ситуации вообще недопустимо. Надо жестко пресекать, жестко реагировать. Безусловно, спрос рождает предложение. Но у продавцов, похоже, прибыль имеет большее значение, чем совесть. Понятно, что бойцы из вооруженных сил России оснащены всем необходимым. Но для добровольцев еще месяц назад был крайне необходим, например, бронежилет из состава военной экипировки «Ратник». Раньше он продавался от 7 до 15 тысяч рублей. Сейчас либо нет в наличии, либо на сайтах объявлений. Проверим цену. Вы внимательно читали объявление в этом. В конце указано цену уточняйте. Второй размер 100 тысяч рублей стоит. Третий – 110. А как так? Они же в магазинах недавно по 15 стоили, по 10. То есть вы скупаете у магазинов, получается? Ну, у магазинов, у людей, которые продают. Ага. Ну и партию сразу берете и перепродаете. Перекупы, да, получается? За такие деньги-то не стыдно вам продавать-то? Я продавец, а все остальное меня волнует. Не волнуют, да? Еще в конце сентября заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов обратился к главе федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность повышения цен на военную экипировку в спецмагазинах. ФАС после проверки это подтвердило, а прокуратура выдала предприимчивым продавцам предостережение о недопустимости создания искусственного ажиотажа. Наживаться на защитниках Родины – это преступление. К этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram-канале. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова